Буквально через несколько дней в Москве пройдет очередной парад и, по крайней мере, на сегодняшний момент предатели, лица, которые причастны к предательству интересов Российской Федерации, будут принимать, по всей видимости, самое непосредственное участие в руководстве этим парадом. Вообще, за последнее время в России очень многие после Z-пропаганды, оглупленной Z-пропагандой, привыкли называть предателями тех людей, которые на самом деле отстаивают интересы страны, интересы народа, которые пытаются защищать демократическое будущее России, ее конституцию, права человека. Вот таких вот людей эти гопники и Z-пропаганда называют предателями. На самом деле о предателях здесь и сейчас мы вам расскажем. Кто на самом деле разбазарил государственные стратегические секреты России, в которые страна вкладывала десятилетия больших трудов и огромное количество сотен миллиардов рублей. Итак, поехали. Сегодня еще один эпизод, разоблачающий вот этот мафиозный коррупционный спрут, опутавший руководство Министерства обороны Российской Федерации. Еще раз подчеркну три фамилии. Шойгу, Цаликов и Иванов. Эта мафия срослась еще на территории Московской области. Шойгу был губернатором, Цаликов был первым заместителем губернатора, а Тимур Иванов был председателем правительства. Эта же команда пришла в Министерство обороны, пришла со своей командой коммерсантов, сделав их якорными подрядчиками. Так вот, эта команда, минуя все необходимые барьеры, необходимые процедуры защиты государственной тайны, сливала и передавала своим сообщникам из числа коммерсантов, обслуживающих Министерство обороны, передавала огромное количество документации, бесконтрольно, информации, которая должна быть грифована, должна быть секретна. Тем не менее, самые важные стратегические секреты России давно уже утекли и не охраняются государственной тайной, передавались большому широкому кругу коммерсантов, часть из которых уже давно либо переехала, либо наполовину переехала в другие страны и, очевидно, разменяла это на красивую жизнь. Итак, сегодня поговорим про проект 720-7, тайно покрытая покрышками, которая имеет прямое отношение к ракете «Посейдон» и к одному из самых секретных оружий, которые Путин и его армия разрабатывают, чтобы пугать мир в страхе. На самом деле, никаких уже секретов нет, еще раз подчеркну, мы здесь сейчас не разглашаем государственную тайну, потому что те документы, которые вы сейчас увидите, находятся в свободном доступе у неограниченного круга лиц из числа предпринимателей и коммерсантов, которые работали вместе с Русланом Цаликовым и Тимуром Ивановым, которые получали огромные государственные контракты, выводили из бюджета миллиарды рублей по завышенным стоимостям, и часть из этого обналичивали и передавали их так называемому ЗМО. ЗМО – это заместитель министра обороны, который их курировал и крышевал. Смотрите на документы, еще раз подчеркну, мы не разглашаем государственную тайну, потому что на этих документах не стоит никакого грифа секретности, но при этом он имеет прямое отношение к проекту, который в интернете разоблачают и называют его именно «Ракетой Посейдон». И посмотрите, пожалуйста, как один из исполнителей вот этого государственного контракта, лицо, которое ранее было, между прочим, осуждено за коррупционные преступления и проводило время в местах лишения свободы, получило к этому сначала доступ, получило сотни миллионов рублей, а потом очень красиво потратило большую часть этого в тех самых странах блока НАТО, которые российская пропаганда рисует обывателю как якобы противника врага. Проанализируйте сами, где настоящие враги России и российского народа и кто на самом деле разбазарил самые большие секреты Министерства обороны России. Поехали! Более 5 миллиардов рублей Российская Федерация потратила на выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Специальные сооружения для приема, хранения и технического обслуживания». Та-дам! 2А-03 комплекса 2М-39. Войсковая часть 31268. Первый этап, второй пусковой комплекс. Основное сооружение. Шифр 720 дробь 7. Более 5 миллиардов рублей. За что? Сейчас увидите. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok Ну, это лучше дать, чем в русской лесу. В состоянии укатать и все. Месяц. Как раз, как не Камчатская. Периодически берем и... Месяц, представляешь, с первого приезда, б***ь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 о том, как Шойгу, Саликов и Иванов помогли провести оптоволокно ко всем стратегическим ядерным объектам, как передали месторасположение всех стратегических ядерных объектов предпринимателям без каких-либо форм допуска.